Автомобили стали попадать в дорожные ловушки. Водители признаются, что город осел за считанные недели. На проезжей части появились опасные ямы. Только накануне вызволять из-за подни пришлось «Жигули» и «КамАЗ». О том, что ситуация сложна, откровенно говорят и чиновники в своих блогах. Автовладельцы как могут пытаются справиться с проблемой. Юлия Асташова сегодня поинтересовалась перспективами. Перед камерой Алексея водители не позируют. Скорее бы проехать злополучный участок. Фото этих ям на Бардина теперь в коллекции самых дрявых дорог города. Список таких горячих для автомобилистов точек блогер отправляет в сеть. Их ям появилось настолько много, что их, наверное, уже даже не счесть по пальцам. И администрация города, возможно, их просто не замечает. Приходится как-то их фотографировать, фиксировать, выкладывать в интернет. Земля уже и вправду уходит из-под колес водителей. После отепели вместе со снегом пропадает и асфальтовое покрытие. В некоторых дворах эта пропажа особенно заметна. Ямы взяли в заложники несколько машин. Сначала вызволять из асфальтового плена спасателям пришлось вас, а потом и КАМАЗ, как сквозь землю, провалился. То есть если у нее образовалась течь, потому что тут дырка, да, и отсюда распространяется вода, то, естественно, что у нас? У нас здесь приподнимается, естественно, вверх поднимается вся одежда дорожная, да. И здесь образуется на проезжей части вот какое-то возвышение. Почему провалился КАМАЗ, Тамара Благодаткова объясняет буквально на пальцах. Все дело говорит в школьных законах физики. При низкой температуре вода под землей замерзает и расширяется, а когда растает, тут же возвращается в прежнее состояние, оставляя за собой пустоты. Если те окажутся слишком большие, может возникнуть обрушение, особенно в местах, где подземная водяная жила проходит рядом с трубопроводом. К сожалению, на Урале достаточно так называемые пучинистые грунты. Даже там, где нет источников искусственного водообеспечения, могут образоваться и провалы, и пучины. Достаточно у нас влажные грунты, поэтому такие происходят ситуации. В этом случае восстанавливать и укреплять почву на месте раскопок придется теплосетям. Дырами на дорогах же займутся служба благоустройства. Но в лучшем случае через пару недель. К ремонту дорожные службы обещают приступить, как только на улицу становится стабильный плюс. Вот только случится это не скоро. Потепление на Урал синоптики ждут не раньше, чем в середине месяца. Юлия Сташова, Руслан Шарфудинов. Новости 41-го канала.